Равняйсь! 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 Здравствуйте, защитники Отечества! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пусть не сели я, Ах, не я, Ах, не я. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали 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 Симон. Субтитры подогнали. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали. Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали. Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Ты, если Бог творяй чудеса, то так мы воспеваем Господа в самые великие праздничные дни. Мы подчеркиваем эту божественную власть, вторгаться в человеческую историю, иногда вопреки воле людей. Никто не знает, как человеческая воля соотносится с божественным всемогуществом. Бог нашу свободу не нарушает, но в определенные исторические моменты Он входит в историю, и поэтому мы Его называем Господом истории. Он творит историю через людей, но от Него зависит начало и конец. Как ленинградец я хорошо помню этот собор в послевоенные годы и в последующие годы. Много раз, гуляя вокруг собора, видя эту красоту небоподобную, задавал себе вопрос, а когда-нибудь здесь будет служба? И в то время, в 50-е годы, не было ответа на этот вопрос, как не было его и в 60-е, и в 70-е, и в 80-е, и даже в 90-е, и только в годы 2000-е, наконец-то начался процесс воссоздания этого святого храма. Кронштадтцы знают, что здесь было. Здесь было театральное помещение. До неузнаваемости изуродованные стены, украшения, сам интерьер храма. В тяжелейшем состоянии был и внешний собор. На нем лежала печать тления. И трудно было представить, что храм сей будет возрожден таким образом, что явит красоту большую, чем первозданную. Мы знаем, что значительная часть росписи собора не была сделана в дореволюционное время. Не успели. Ведь собор в этом году празднует 110-летие закладки первого камня, которое было совершено святым праведным Иоанном Кронштадтским и ровно 100-летие со дня его освещения. Но 1913 год был последним мирным годом для нашей страны. И то дивное убранство, которое вы сейчас видите, этот богато расписанный купол, всего этого не было в первоначальном соборе. Но остались эскизы замечательных художников Серебряного века России, которые нашими современными мастерами так блестяще воплощены в жизнь. Пред нами сегодня не тот собор, который был освящен 100 лет назад, а тот собор, который желали видеть наши благочестивые предки, когда закладывали первый камень. Восстановление всего святого храма – это не просто работа огромного коллектива. Руководителей, строителей, проектировщиков, художников, архитекторов, высококвалифицированных реставраторов, рабочих. Такого рода проекты имеют обычное некое историческое значение. И мы верим, что и воссоздание Свято-Никольского собора имеет такое историческое значение. Это есть дивная икона, образ того, что происходит сегодня в нашей России. Очень часто мы сетуем на неустройство нашей жизни. Мы хотим, конечно, достичь лучшего. Иногда не вполне реалистично, но перед нашим взором предстоит образ жизни людей в более богатых странах. И мы, как всегда, критикуем себя и говорим, а вот у нас такого нет. Но у нас есть нечто другое. Сегодня такие храмы не строятся нигде в мире. Только на Святой Руси. Сегодня во многих процветающих странах, в которых мы хотим подражать в плане комфорта и благоустроенной жизни, в этих странах храмы закрываются. Давайте серьезно подумаем о том, что это означает. Это означает, что сегодня Святая Русь, историческая Россия, Российская Федерация Несут особую миссию в мире по сохранению православия, великой духовной силы славянских народов. Несколько дней тому назад на Красной площади в Москве мы праздновали День славянской письменной истики культуры, память святых равноапостольных Кирилла Мефодия. И несколько десятков тысяч людей заполнили всю Красную площадь. Они пели песню, которые являются частью нашей традиции, нашей культуры, получившей исток от святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. И когда я взирал на эту переполненную Красную площадь, когда я слышал, как вся эта площадь громогласно ответила мне «Воистину воскресе!», то понял, что что-то очень важное происходит сегодня в нашей стране. И свидетельством этих глубинных перемен, направленных, конечно, в первую очередь, на повышение уровня жизни людей, их культуры и благополучия, одновременно происходит еще что-то более важное. Мы строим новую Россию, не разрушая своего фундамента. Наоборот, мы этот фундамент восстанавливаем. Мы лечим самих себя. Мы пытаемся через такие символические действия, как сегодняшнее освещение собора, укрепиться в мысли о том, что только на фундаменте, построенном нашими предками, на фундаменте веры православной, нашей духовности и культуры, мы способны будем достичь тех целей, которые справедливо ставим сегодня в сфере экономики, политики и социальной жизни. Этот храм был задуман как копию, копия храма Святой Софии в Константинополе. По размерам это несколько меньший храм, но в архитектуре очень напоминает, почему решили наши благочестивые предки построить Всероссийский военно-морской собор по образу Святой Софии, чтобы подчеркнуть нашу генетическую связь с Византией, с той страной, от которой мы получили веру в Христову. Эта связь никогда не прерывалась, хотя сама Византия рухнула, как империя, и народы ее претерпели огромные страдания. Но потом и Россия рухнула, как империя, и ее народы претерпели страдания. А духовная связь Константинополя и Москвы, Иерусалима и Москвы, и всей Руси, включая и Киев, и Минск, сохраняется. И этот храм является в том числе и храмом-памятником нашего всеправославного единства, единства греков и славян, объединенных одной единой православной церкви. Поэтому я считаю также символическим и то, что великий сын византийской традиции, блаженнейший патриарх Феофил Иерусалимский, сегодня вместе с нами совершал освящение этого святого храма. Я хотел бы от души поблагодарить вас, ваше блаженство, за ваше жертвенное служение Церкви Православной в Святом Граде, за вашу заботу о паломниках, приезжающих со Святой Руси в Палестину, за вашу любовь к Церкви Русской и к народу нашему. И хотел бы вас заверить в тех же самых чувствах, в чувстве любви неизменной и готовности быть с вами и с вашей Церковью и в радостях, и в скорбях. В память о вашем участии в освящении этого святого храма я бы хотел преподнести вам образ Федоровской иконы Божией Матери. Это точная копия того образа, которым первый царь из династии Романовых был благословлен при вхождении на царское служение. Эта икона создана выдающимися мастерами, ювелирами, во главе с Вадимом Николаевичем Жемировым, который вложил в эту икону не только свой талант, но и свои средства. Эта икона выполнена в драгоценных материалах, и я прошу вас взять ее в Святой Град, как великий дар нашей Церкви и нашего народа, как любовь в том числе и русских благодетелей к Церкви Святого Града Иерусалима. И пусть Царица Небесная своим чудотворным образом осеняет вас и укрепляет вашим патриаршем служение. Исполайте, Деспорт! Виктор Николаевич Жемиров также преподносит еще и подарки для сего Святого Храма. Это во-первых, копия серебряной лампады, неугасимой лампады, которая находится в крипте и базилике Святителя Николая в Баре. И в честь праздника 100-летия Кронштадтского морского соборя, освященного в память Святителя Николая Чудотворца, преподается через меня нашим выдающимся ювелиром и замечательным благодетелем сия Святая Лампада. Так же, как и святые реликвии из Баре, частица мощей и святая манна, то есть мира, которая собирается с костей Святителя Николая ежегодно, а так же масло, взятое из неугасимой лампады в Баре. Мощи Святителя Николая, Святое мира и масло. Так же просил бы Отца Настоятеля принять для этого Святого Храма подносимую Виктором Николаевичем Жемировым, Владимиром Николаевичем Жемировым набор мощей двенадцати апостолов, а так же частица животворящего креста, Титулуса и Голгофа. Вот эта великая святыня, мощи святых апостолов пусть так же пребывают в этом Святом Храме. Я хотел бы, Вадим Николаевич, сердечно поблагодарить вас за ваше жертвенное служение Святой Церкви, за вашу любовь, за вашу щедрость. Вы направляете свои средства на создание символических церковных святых, которые всех нас переживут и которые будут в самих себе нести памяти о вашей доброте и о величии Церкви нашей, величии веры православной, во имя которой и совершаются такие добрые дела. От себя же хотел преподнести для всего святого храма вот эту икону воскрешения Лазаря. То, что произошло с этим Собором, имеет некую параллель в той евангельской истории, что свидетельствует нам о воскрешении Лазаря. Господь силой своей воскресил Лазаря четверодневного. Господь силой своей воскрешает Святую Русь, возрождает святые храмы, укрепляет веру православную в том числе и в нашем воинстве. Пусть эта икона всегда находится в этом главном храме военно-морского флота России. Для всех участников сегодняшнего торжества я бы хотел передать небольшую иконочку святителей и чудотворца Николая с патриаршем благословением. Кроме того, у меня есть еще одна реликвия. Преосвященный Маркел, который мне подносит сейчас эту реликвию, он ее отыскал и вручил мне сейчас в алтаре. Это мастерок, которым укрепляют кладку кирпичную, полагая на нее цемент или глину или другие скрепляющие вещества. Вот этот мастерок держал в руках святой праведный Иоанн Кронштадтский 110 лет тому назад, когда он закладывал краеугольный камень в основание этого собора. На самом этом мастерке обо всем этом сказано. Это великая святыня и великая реликвия, которую я передаю отцу-настоятелю для бережного хранения в этом святом храме. Субтитры создавал DimaTorzok и 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 субтитры создавал DimaTorzok Ваше Святейшество, Ваше Святейшество, Святейший Патриарх Московский и всеярусий Кирилл, возлюбленные о Христе собраты заслужители, нашим честным спутникам и нам, совершающим в эти дни по благословению Всеблагого Бога свой мирный визит в братскую автокефальную русскую православную церковь, была оказана честь встречи, устроенной Вашим весьма возлюбленным Святейшеством и Вашими сотрудниками. Помимо этого, мы испытали радость, веселье, ликование и братское утешение от патриаршей Божественной Литургии в Кафедральном Соборе с участием сонма архиереев в День памяти святых просветителей славян Кирилла и Мефодия. В этот день вы также отмечаете свое тезоименитство. Дары благодати и человеколюбие Бога нашего продолжают беспрестанно изливаться на нас и сегодня, когда мы в сопровождении Вашего святейшества посещаем все исторический и прекрасный город Кронштадт. Этот град почтил своей жизнью и деятельностью святой Иоанн, именуемый Кронштадтским. Этот святой воспринимается сознанием православной церкви, как величайший представитель российского приходского духовенства и даровитый проповедник, своим словом приводивший умиление тысячи верующих. Он оказывал деятельную помощь тысячам отвергнутых и презираемых обществом людей, писал книги на основе собственного опыта, принимал исповеди людей, был подлинным совершителем литургии, постником, катехизатором, учителем, который настаивал на необходимости частого причащения. Святый праведный Иоанн был делателем умной молитвы, сподобившимся также получить от Бога и дар чудотворений, а следовательно и предстательства престола Божия за жителей сего града и всех притягающих его помощи. Иоанн 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 Граде, храма и посвященного памяти Святого Отца нашего, Николая Архиепископа, миролепист, чудотворца, и нашего Христе общения у Святого Престола. Мы снова желаем Вашему Святейшеству, а также возлюбленному, Господи, собрату, Митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Владимиру, Преосвященному Рахипастырям, духовенству и благочестивому русскому народу, благодати воскресшего Христа и его живоносного гроба, молитвами Пресвятые Владычицы нашей Богородицы, благодатью Богоматернего Иоанн Иоанн и всех святых мест, а также Святаго Праведного Иоанна Кронштадтского и живосвятых Отца нашего Николая Мерликийского Чудотворца. Мы выражаем Вам благодарность за дары братолюбия, гостеприимства, которые в эти дни мы щедро приемлем от Вашего Святейшества. Макарьётате, Ахамтэн Христо, Адельфэйки Си-Литургэ, Эпитрэпсатэйм, Паракало, на Экфрасо, Экмэрус Том Тиміо Немон Сынатон, АЛЛАКИ Экмэрус ТИСАГИОН 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 АДЕЛФОТИТОС, ТОН ДИАКОНИТОН ТОН ДИСАГИОН ТОН ДИСАГИОН Διόμεθα και κοινωνή της ενεργίας της πίστεως του αδερκού ευλαβούς ρωσικού λαού της ενεργίας της πίστεως αυτού επαναλαμβάνω εις τον Αναστάντα Χριστόν και το λέγω αυτό διότι σήμερα όντως δυνάμεθα μεταπαρησίας να βοήσουμε το Χριστός Ανέστη Ευχαριστώ Viceворγή Θεσπώ Grid ΠBreμε Ταρυμί Netz Θεσπώ живой верой, которую мы имели возможность наблюдать в русском народе. И поэтому мы имеем с полным правом и основанием сегодня, видя величие проявленной веры, воскликнуть в Христос Воскресе. Мы хотим вас заверить, что возвращаясь в Святой Град, Иерусалим, мы ввозим с собой эту прекрасную икону Божьей Матери, которая является Матерью Церкви, чтобы таким образом эта икона нам напоминала о том, что Кожья Матерь является общей Матерью для всех нас, и она нас соединяет. Επίσης, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα γίνουμε και εμείς κήρυκες και άγγελοι, όσων είδομεν και όσων οικούσαμεν, από την προστιγματική και ειρηνική νημών επίσκεψη στον άγγιο τόπο της Руси και, πιο συγκεκριμένα, στο νερό του τόπο της Константис. И также хотим вас заверить в том, что по возвращении на свою Родину мы станем правозвестниками всего того, что видели и слышали во время нашего паломнической поездки по Руси и, в частности, во время посещения вот этого священного храма, этого города. Ευχόμεθα, όπως Κύριος ο Θεός, ο Αναστάσιμος Χριστός, διαπρεσβειών της Υπεραγίας Ζεσπίνης Σημών Θεοτόχου, την οποίαν υπερβαλλώντως όλοι μας τιμόμεν, αλλά και δια των μεστητιών του Εναγής Πατροσιμών Νικολάου, Επισκόπου Μύρων της Ζυκίας του Θαυματουργού, αλλά και ιδιαιτέρως των μεστητιών του Πατρόσιμων Αγίου Ιωάννου Χρουστάντης, τον οποίον και εμείς προσωπικώς ιδιαιτέρως ευλαβούμεθα, όπως χαρίζεται ημίν προσωπικώς δύναμην την εξύψους, υγείαν, κατάφων και πάσαν πνευματικήν και φυσικήν ενέργειαν ή να συνεχίζεται το μεγάλο Αποστολικό Έργο και να καταστείτε αντάξιος διάδοχος Κυρίλου και Μεθοδίου, αλλά και αντάξιος διάλοχος του πρώτου φωτιστού και εις Αποστόλου του Ρωσικού Λαού, του Αγίου Βλαδιμίρου. Χριστός ανέτη, έστει και έτη πολλά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE Всех поздравить, ваше святейшество, с великим большим освящением Морского Собора во имя Николая Чудотворца. Позвольте мне передать слова поздравления и самые лучшие пожелания от председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева. Сегодня в Кронштадте, в Петербурге, великий праздник, как и во всей России. Кронштадт, колыбель военно-морского флота. И храм, который создан нашими предками в память о погибших моряках. Это храм сердец военных моряков. Позвольте преподнести и передать храму икону образ Георгия Победоносца. Работа иконописцев русских мастеров XVIII века. Как символ побед, как символ защиты земли и Отечества, как символ победы добра над злом. Позвольте поблагодарить Вас, Ваше Святейшество, за Ваше духовное покровительство. И Вас, братья и сестры, за Вашу веру и за совместные молитвы. Всех, кто, не покладая рук от чистого сердца, восстанавливал этот уникальный собор. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, мира и благоденствия. Спасибо. Христос Воскресе! Большую благодарность за работу по воссозданию этого храма. Вы были сопредседателем попечительского совета. Мы с Вами рука об руку трудились вместе с замечательными коллегами, людьми высокого профессионализма и щедрой души, больших талантов. И благодаря этой совместной и дружной работе в кратчайший срок был проделан огромный объем работы, представивший нам в результате вот эту, вызванную из небытия красоту Божьего дома. Вы были удостоены Высоким Орденом Русской Православной Церкви за этот Ваш уникальный вклад в восстановление Кронштадтского собора. Это благодарность Церкви. Но я думаю, что к Вам, как к человеку, родившимся в Кронштадте, Вы здесь провели годы своего детства и своей юности, особое отношение всех кронштадтцев. И взирая на этот собор, они, конечно, будут вспоминать о том, что одна из великих дочерей этого града сделала все для того, чтобы в наикратчайший срок собор воссиял своей первозданной красотой. Я сердечно Вас благодарю. Прошу передать мое почтение Дмитрию Анатольевичу Медведеву, председателю правительству, Вашему супругу, самыми добрыми благопожеланиями. Я имею также приятную и почетную обязанность вручить высокие награды Русской Православной Церкви людям, особо потрудившимся по воссозданию сего святаго храма. Прошу огласить. Указом святейшего патриарха Московского Гаевсия Руси Кирилла во внимание к трудам по восстановлению Кронштадтского морского собора во имя святителя Николая Чудотворца Ордена преподобного Сергия Радонежского первой степени удостоен Беглов Александр Дмитриевич, полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Аксиос, сердечно. Благодарю вас, дорогой Александр Дмитриевич, за ваши особые блага и главные пути. Спасибо. Во внимание к трудам по восстановлению Кронштадтского морского собора во имя святителя Николая директор Федерального государственного унитарного предприятия АТЭКС ФСО Российской Федерации Андрей Михайлович Каминов награждается Орденом Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского третьей степени Аксиос. Благодарю вас, дорогой Александр. Аксиос! 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 Во внимание к трудам по восстановлению Кронштадтского морского собора во имя святителя Николая Чудотворца Ордена преподобного Серафима Саровского третьей степени Удостоенный, нужный Никита Владимирович Генеральный директор ООО Вифания Город Москва Аксиос! 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 Сусилин Вячеслав Генеральный директор ООО реставрационно- Производственного предприятия Ордена Преподобной Ефросинии Московской Третьей Степени удостоена Белова Юлия Станиславовна, генеральный директор ООО, иконописная мастерская «Ковчег», город Ярославль. Аксия! 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 Медали славы и чести первой степени удостоен Мамишев Бакив Имам Аклы, председатель Совета Азербайджанской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга. Аксиос! Аксия! 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 Акс стоили высоких орденов благодетелей, которые внесли большой вклад в финансирование, а также лиц, которые несли особую ответственность за производство работы. Сегодня мы продолжили эти награждения, и я хотел бы особенно отметить тех санкт-петербуржцев, которые по душевному своему влечению приняли участие в возрождении этого храма и финансировании больших затрат, которые были совершены, и по созданию той замечательной атмосферы вокруг Свято-Никольского морского собора в Кронштадте, которым сопровождался весь процесс реставрации. Низкий вам всем поклон и благословение. Христос воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok И расточаться, и расточаться, Против, против! И добежать, и добежать, И ты бежать, и за его, Не доверяешь его, И исчезаешь ты! И исчезаешь ты! Кто исчезнет, кто исчезнет, Как утает, Господи сам я, Добро погибнуть, Добро погибнуть, Добро погибнуть, Добро погибнуть, Отреться мучье! Да погибнусь, погибнусь, погибнусь. Звучит песня. 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 профессиональный, военный, с тем, чтобы военно-морской флот России всегда был на страже священных рубежей нашего Отечества и наших братьев и сестер, наших союзников, братских народов. Я хотел бы еще раз сердечно поблагодарить Министерство обороны Российской Федерации. Министра Сергея Кожугетовича Шойгу, еще раз главкома военно-морских сил, за то содействие, которое было оказано в восстановлении этого храма. Отныне этот храм будет принадлежать военно-морскому флоту России. В нем будут совершаться службы о здравии и запокой, о здравии тех, кто сегодня служит России на флоте, за упокой тех, кто отдал душу свою, жизнь свою за Отечество. И мы верим и надеемся, что вместе с возрождением этой святыни возвратится подлинный дух нашего воинства, который восходит к великим предкам Александра Невского, Дмитрия Донского, адмиралам Нахимовой, Кормилову, Ушакова, к Суворову, Кудузову, к маршалу Жукову. Именно этот великий дух нашего воинства и является несгибаемой и непоколебимой силой России. Я призываю благословения Божие на всех участников этого торжественного митинга в связи с событием особой важности освящением главного военно-морского храма Российской Федерации Собора Святителя и Чудотворца Николая в Кронштадте. Христос Воскресе! Христос Воскресе! Полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, председатель Общественно-попечительского совета Кронштадтского морского собора во имя святителя Николая Чудотворца Беглов Александр Дмитриевич. Ваше Святейшество, дорогие друзья, Владимир Владимирович поручил мне зачитать приветствие участникам торжественной церемонии совершения чина Великого освящения Кронштадтского морского собора во имя святителя Николая Чудотворца. Уважаемые друзья, поздравляю вас с долгожданным и по-настоящему значимым событием совершением чина Великого освящения Кронштадтского морского собора во имя святителя Николая Чудотворца. Морской собор – это наше достояние символ духовной и радной силы России, блистательных, славных побед русского флота, памятник подвигу моряков, которые вели любовью к Отечеству и долг, и вера. Возрождение этой святыни – еще один шаг к обретанию национальных исторических традиций, той прочной нравственной опоры, тех ценностей, без которых невозможно развитие государства и общества, единение людей во имя будущей державы. Восстановление морского собора шло всем миром. Хочу выразить искреннее признание каждому, кто вложил в свой труд усилия, старания в это благое дело. Еще раз поздравляю вас с сегодняшним торжеством, желаю мира, добра и всего наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Ваше святейшество, президент просил передать вам слова личной благодарности за то, что в течение всего этого времени под вашим омофором, под вашими молитвами шло созидание этого собора. И он говорил, что ваши слова повторяются. Воссоздая собор, мы воссоздаем сегодня флот. Огромное вам, ваше святейшество, и большое спасибо и от всех нас, и от попечительского совета. Уважаемая Светлана Владимировна, огромное вам спасибо также от имени члена попечительского совета, потому что ваша идея, ваша железная и стойкая воля, которая сегодня всех нас собрала на этой площади и под омофором святейшества был создан и воссоздан наш с вами собор. Я бы хотел поблагодарить от имени попечительского совета всех моряков, абсолютно не только России, но и Украины, и Белоруссии, которые отчисляли десятую часть от своей заработной платы, как это было ровно сто лет тому назад, и помогли воссоздать святыню, нашу с вами святыню, гордость нашего с вами военно-морского флота. Хотел бы поблагодарить город, кратштадтцев, всех россиян за их помощь, за участие от самого большого до самого маленького. С возрождением собора возрождается и город, возрождается военно-морской флот, и, конечно же, возрождается наша с вами страна. Спасибо большое. Почетный сопредседатель Общественно-попечительского совета Кронштадтского морского собора Медведева Светлана Владимировна. Ваше свидетельство, дорогие участники церемонии, дорогие друзья, позвольте поприветствовать здесь, в центре Кронштадта, у стен морского собора во имя святителя Николая Чудотворца, здесь, на исторической якорной площади. Я родилась в этом городе, и сегодня вместе с вами испытываю чувство гордости, волнения. 2013 год, вот уже спустя сто лет, с момента зарождения, с момента освящения этого места великим праведником Иоанном Кронштадтским мы сегодня уже будем отмечать великую дату. Сегодня, в пасхальные и радостные дни, мы совершили чин большого освящения морского собора. И я безмерно счастлива, безмерно рада, так же, как и вы, видеть возрожденным этот собор в своем необыкновенном великолепии и величии. Сегодня собор приобретает то убранство, которое даже не было в первозданном виде. пример общего благого дела государства, церкви, общества, такого единого сплочения он и дал такие большие и серьезные, радостные результаты. Так пусть же этот собор стоит век. И еще один, и еще один, и так же, как и наши предки, которые воссоздали этот собор, нам завещали. Дому этому полагает святыня, о Господи, долготою дней. Так пусть же в этом храме горит немеркнущая лампада и свеча. Во славу Божью, во имя великой России, ее процветания, во имя мира, добра и любви. Ваше святейшество, хочу вас лично поблагодарить за ваше духовное покровительство. Попечительский совет, который возложил на себя такую серьезную миссию по возрождению и восстановлению Морского собора. Всех, кто верил и молился, кто ждал и верил, что откроется новая страница, страница нашей истории. И мы с уверенностью шагнем в новую веру, в возрождение духовной России. Спасибо вам, петербуржцы, спасибо вам, кронштадтцы, за ваше терпение и веру. Спасибо Министерству обороны, Министерству культуры за вашу помощь и поддержку. И еще раз в эти праздничные дни, Светлой Пасхе, Хочу вам сказать Христос Воскресе! Христос Воскресе! Главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Черков Виктор Викторович! Уважаемые товарищи, от имени всего личного состава военно-морского флота России приношу слова искренней признательности его святейшему, святейшему патриарху Московскому и всей Руси Кириллу, Русской Православной Церкви, президенту Российской Федерации и правительству, министру обороны, попечительскому совету Кронштадтского морского собора и лично вам, Светлана Владимировна, за высокую принципиальную и последовательную гражданскую позицию в вопросах духовного возрождения России. Ваш необыкновенный вклад в возрождение морской святыни Отечества переоценить невозможно. Я хочу поблагодарить личный состав военно-морского флота за участие в возрождении святыни. Более 25 тысяч военных моряков приняли участие и пожертвовали на свои средства на возрождение храма. Морской собор это не просто собор военно-морского флота, это душа военно-морского флота. Своим трудом, настойчивостью, горением ваших сердец, беспокойной душой вы вдохнули жизнь в этот величественный храм, а значит вдохнули новую жизнь в нас, военных моряков. Русская Православная Церковь всегда благоволила к защитникам отчизны, с особым чувством почитала и молилась за них в трудах их ратных. На протяжении всей своей более трехсотлетней истории российский флот безответно служил народу и Отечеству. Его героическая летопись неразрывно связана с высокой нравственностью и духовным величием народа. Истоки мужества России в православной вере, в православном государственном устройстве, в православном самосознании народа. Россия всегда была единственной страной, которая не давала покоя силам зла. Ни один из агрессоров не мог претендовать на мировое господство, то есть установить полный беспредел на земле, пока нерушимо стояла Россия. Святой праведный Иоанн Кронштадтский недаром с тревогой писал, «Перестали понимать русские люди, что такое Русь. Она есть подножие престола Божия. Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский. Церковь – тот же корабль, которым управляет сам Господь с Отцом и Духом Святым. И лучше всяких военных судов может охранять не только флот, но и все воинство, и всю Россию». Слова сказаны верховным главнокомандующим президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным о том, что у России простая альтернатива. Либо Россия будет сильной, либо ее не будет вовсе. Вобрала в себя весь смысл величайшей летописи русского народа за многие века. Россия была, Россия жила, Россия не погибла, а напротив крепла год от года именно потому, что был класс сильный, сильный духом, сильной верой своей православной. На наших глазах из небытия, из руин восстановлен морской собор. Стоит он величественный и прекрасный, играет в лучах солнца по золотой своих куполов. И как будто не было ста лет его непростой истории, не было забытия и безверия, не было войн и разрухи. Своими руками мы восстанавливаем духовные скрепы народа, объединяемся с единой целью, с великой мечтою о возрождении нашей любимой Родины. И флот возродится, и гордо будет рейд над просторами Мирового океана наш славный Андреевский флаг. Ура, товарищи! Ура! 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 Воротно, на одного линейного дистанции, первая рота прямо, остальные напрямую, на плечу, равнение, направо, с шагом, марш! В парадном строю в этот праздничный исторический день военнослужащие военно-морского флота России. Со всех четырех флотов и Каспийской флотилии, со своими боевыми знаменами, прибыли военные моряки на якорную площадь Тронштадта, города воинской славы, чтобы, как сто лет назад, пройти торжественным маршем перед главным храмом российского флота, Грандштадтским морским собором. Открывает торжественное прохождение рота почетного караула заботного военного округа. В парадном строю слушатели высших специальных офицерских классов, офицеры военно-морского флота, прибывшие на обучение со всех флотов нашей страны. Перед нами проходит парадный расчет Тихоокеанского флота, который стоит на страже дальневосточных рубежей нашей необъятной Родины. Силы флота диспансируются от Камчатки до Приморья, на Сахалине и Курильских островах. Торжественным маршем проходит парадный расчет Северного флота в суровых условиях Заполярья. На просторах Арктических морей моряки-североморцы надежно защищают государственные интересы России. В парадном строю моряки-балдийцы всего лишь 10 дней назад старейший флот России отметил 310-ю годовщину. Щеканец шаг черноморцы, форпост России на южных границах надежно обеспечивает безопасность страны. В 15 мая Черноморский флот отметил свое 230-летие. Парадный расчет продолжает Каспийская флотилия. Личный состав флотилии в непростых условиях Кавказского региона достойно несет службу. Продолжает торжественное шествие воспитанники Нахимовского военно-морского училища и кадеты Гранштадтского морского кадетского корпуса. Ребята с пятого класса выбрали славный путь офицера военно-морского флота. Торжественным маршем проходит подразделение 336-й отдельной гвардейской Белостокской орденов Суворова и Александра Невского бригады морской пехоты Балтийского флота. Участники парада на Красной площади в Москве. Это элита флота. Завершает торжественное шествие Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы. Старейший военный оркестр России. Транштадт, в духовности символ Собор твой морской, Стоит, как маяк над волнами, Российского флота легендой живой. Он вечно останется с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова